Сделать выбор, отдать свой голос. В России началось голосование по поправкам в Конституцию. Наша съемочная группа посетила участок в селе Карлинское. Пункт организовали на базе местного дома культуры. С соблюдением мер безопасности все в порядке. Волонтеры в защитных костюмах измеряют температуру каждому человеку. Затем выдают маски и перчатки тем, кто пришел без средств защиты. У каждого своя ручка. Голосующие приходят, берут это все и идут голосовать. На участке работает шесть наблюдателей, руководит имя Елена Фомичева. Задача у нее ответственная. Елене и ее коллегам необходимо следить за порядком и прозрачностью процесса. Мы следим за членами избирательной комиссии, как они выдают бюллетени. Потом следим за тем, как граждане проходят в кабинке, голосуют и смотрим, как они опускают бюллетени в ящик. Одним из первых на этом участке проголосовал Сергей Морозов. Губернатору понравилась обстановка. Все по правилам, без нарушений. Здесь все сделано для того, чтобы человек не только себя безопасно почувствовал, но одновременно, может быть, даже и взял в качестве примера то, что нужно делать дома. Я думаю, что это очень важно сегодня, все, что касается хранения здоровья. Глава региона тщательно изучил поправки и сделал выбор в пользу обновленной Конституции. Страна должна быть сильной и экономически, и финансово, и с точки зрения человеческого потенциала. Губернатор уверен в своем выборе. Потому что все, что там сегодня прописано, направлено на усиление нашей роли, нашей страны. В Ульяновской области есть не только стационарные участки на базе школ и домов культуры. В нескольких точках города поставили избирательные палатки. Например, рядом с 38-м лицеем. Избирательный участок на улице Лесной расположили на открытом воздухе. Так сделали для безопасного распределения трех потоков граждан. Виктория Черкова, Владимир Куликов. Новости Управда ТВ.